мой вопрос такой первый просветление это отсутствие привязанностей так говорит то есть это определение не подходит я знаю что мужи давным-давно после просветления уже общается с людьми у него есть любимые есть люди которым он привязан как это отсутствие привязанности ну как что значит привязанность я выделяю кого-то с кем-то мне интересно с кем-то мне радостно кого-то выделяю в обратную сторону и это может приобрести сильную форму то есть я не завишу я не завишу от других но я могу испытывать сильную симпатию может быть он именно про это говорил посмотреть в каком контексте шла речь и что и что мы будем называть привязанности степень болезненности где симпатия переходит в привязанность когда ты жить без человека не можешь может может и такое случится и такая любовь может случиться почему нет до просветления это узнавание кто я такой все узнавание это снятие вопроса кто я когда он снят это потом никак не отменяет жизнь никак это не отменяет жизнь я дальше в жизни может что угодно случиться что угодно может произойти боги испытывали привязанности шива брахма вишну испытывали привязанности а чё нам смертным красоваться нет вот связи с этим вопросом еще у меня следующий возник а возможно что вот я например так вижу что сказать есть пищевое голодание а есть социальное голодание то есть если я чувствую что я очень привязана каким-то людям да то я начинаю как бы отвязываться вот потому что мне эти отношения уже приносят какой-то дискомфорт я как бы перезагрузку делаю отношений на какое-то время дистанцию увеличивают этот социальный голод искусственно это нормально конечно мне кажется вообще идет всех отучают от привязанности к эгрегорам и ко всему весь мир отучают от привязанности к эгрегорам и я считаю чудесно замечательная история почувствовать себя без явного постоянного контакта с кем еще такой момент у меня интересную жизни прослеживается что я когда знакомлюсь с мужчинами я значит так сначала все вежливо красиво по поверхности а потом я чувствую какой-то момент когда я могу нанести какой-то такой сокрушительный удар плане таким молнии вопросов когда я хочу их понять их глубину то есть я задаю какие-то свои такие козырные вопросы типа какая цель жизни у тебя или у вас там или как вы относитесь к сексу и для меня важно услышать не ответ который я хочу услышать а глубину познания и размышления человека на данный у тебя есть в жизни у меня самосовершенствование но я самосовершенствование это очень ракная цель ну саморазвитие самосовершенствование ну я не знаю как то так и меня кроме этой цели больше ничего так не мотивирует жизни ну ладно понятно если тебе мужчина ответит что саморазвитие тебя устроит конечно очень даже устроит не я не то что хочу себе какого-то готовенького мальчика да чтобы его хакнуть себе да не мне просто интересно как бы знать глубину этого человека да насколько мы там вместе можем общаться на какие-то более такие сказать не поверхностные вещи у меня такая цель вызывает тревогу ну потому что ты считаешь себя неразвитой выходит тебе надо развиваться развиваться ты будешь вечно развиваться да а то что сейчас считается каким-то неразвитым нет почему есть всегда какой-то этап самосовершенствование то есть я сейчас не очень совершенный я буду исправляться получается так бессознательно это воспринимается так нет ну я в хорошем контексте что всегда есть что-то новенькое что я могу познать и расширить свои возможности да там свой какой-то природный вот смотри совсем по-другому цель звучит совсем по-другому цель звучит если ты говоришь я все время хочу узнавать новое ну это и для меня есть самосовершенствование не это разные вещи получают я хочу совершенствоваться я хочу узнавать новое совершенствовать это значит я сейчас несовершенно а узнавать новое это нормально узнавать новое человек хочет человек интересуется новым замечательно вот тут вообще ничего а вот тут все время ощущение что ты несовершенно понимаешь все время меняться совершенствоваться так что ты над формулировками подумай, у тебя как бы намерение правильно, а формулировки не очень. Нет, Юрий, ну мы есть как бы и абсолют, и что-то такое относительное, да, то есть в абсолютном варианте, да, я совершенно, а в относительном... Все понятно, да, все понятно, да, я про формулировку. Окей, а вот относительно секса, да, вот я, например, во-первых, у меня у самой есть сомнения, да, и может быть ты мне сейчас поможешь, то есть, ну, у меня сейчас такой ключик есть, когда я хочу отворот-поворот дать мужчине, я начинаю концентрироваться на этом вопросе и говорить, вот как вы считаете, ну, как бы для чего секс нужен человек, он говорит, ну как, получать удовольствие, я говорю, нет, я считаю, что секс для репродуктивной функции создан, ну, если так жестко и строго. Ты так считаешь? Ну, это чтобы я его отогнать от себя, чтобы многое ему не говорить, да, ну, у меня есть как бы но. Если мужчина мне симпатичен, я могу ему, как бы, дополнить фразу, типа, ну, конечно, мы можем, если у нас будут какие-то отношения, симпатия, то мы можем договориться, да, там, нужен нам ребенок или не нужен. В чем вопрос, хорошо. Вопрос, чем я могу помочь, как о футболе мужчина? Да, твое отношение именно к сексу. Как мое отношение к сексу влияет на твой выбор мужчины, а? Дальше я, ну, сама подумай. Мое отношение к сексу. Не, ну, потому что у них у всех шок. У них у всех шок. Если тебе не нравится человек-то, просто ему скажи, ты мне не подходишь, и все, наступает момент, когда он тебе все, не нравится больше, ну, просто скажи ему, да, и все. Ну, я понимаю же, что он будет расстраиваться, я не хочу расстраиваться. Я хочу, чтобы он сам от меня отказался. Нет, так не получится. Это ты манипулируешь и делаешь странную историю. Ты должна стать ему противна, тогда он от тебя откажется, понимаешь? Что ты делаешь тогда? Зачем ты это делаешь? Если тебе человек не подходит, скажи, ты чудесный, замечательный, но не мой, все. Но это реально так. Все люди прекрасны, каждый хорош по-своему. У каждого есть таланты, у каждого есть красота души. Но мы или сходимся, или не сходимся. У нас или общие планы на жизнь, или нет. У нас или одно чувствование людей, жизни там и так далее, быта, или нет, и все. Вот и вся проблема. Если что-то тебе не подходит, скажи, мне вот это не подходит. Все. И ты не виновата в этом абсолютно. Почему ты решила, что ты выбираешь вообще? Почему ты решила, что выбираешь ты? Нет, я не решила, что я выбираю. Но есть как-то в нашей земле относительно жизни, как будто бы мы делаем выбор. Я имею в виду, что он тоже выбирает. Он же тоже выбирает. Мы оба. Ну все, да. Ты можешь сказать, что тебе не подходит. Он может сказать, что ему не подходит. И все, на этом закончить. Юрий, так у меня же это как бы два в одном. Я с одной стороны пытаюсь этим вопросом, как бы еще глубину его понять, да? Что он мне ответит на это? Если человек мне сразу нет. Ну это провокации какие-либо. Да, да. Это уже провокации какие-либо. Ну а зачем? Ну смотри, с чего ты начинаешь вообще общение. С провокацией начинаешь общение. Нет, это не начало. Это уже когда в конце свидания мне надо уже что-то сказать. Ну в общем, ладно, я понял. Тебе надо следующего искать. У меня здесь так, потоком идут все. Ну да, я понял. Нет, Юрий, я все-таки не сразу поняла. Все-таки секс это... У вас есть отношение другое к сексу, нежели у меня? То есть это действительно и для репродукции, и для получения удовольствия? Это два в одно? Нет, нет, конечно. Это очень большая, глубокая сфера общения партнеров. Очень большая. Там масса взаимодействия идет на разных уровнях. Масса взаимодействия. Начиная от простого, самого простого, короткого и примитивного, и заканчивая тантрическими вариантами, бесконечно долгими долинными оргазмами и так далее, и так далее. Это очень большая сфера, которая раскрывает очень большой потенциал физического, энергетического, эмоционального тела, силу нашего союза. Есть ли между нами границы какие-то? Ну там очень много вещей, которые можно обсуждать. Ну да, я слышала ОШО, видео про женщин, что за счет секса и давания или не давания экстаза, оргазма, как бы мужчины всю историю человечества манипулировали духовным ростом женщины. Ну, мы сейчас не будем это обсуждать. Это дебри, да? Мало ли, что ОШО говорил, в каком контексте, и так далее. Ну, понятно. Но можно быть жадиной в плане отдачи сексуальной энергии? Просто я недавно прочитала такое, что не будьте жадными. Ну, у нас есть психология мужская, есть психология женская. Там есть законы поведения. Пока все устроено так, что женщины привлекают. Они красятся, флиртуют, они заманивают. А мужчины как бы ведутся. То есть у нас вот так получается. В основном психология так устроена. И дальше получается, ты словно убегаешь, я тебя должен догонять, я тебя должен добиваться. Мужчины, они вот такие. Он должен добиться, достичь, победить и так далее. Ну, есть такое. Да, такое есть. Это, как говорится, наиболее часто встречающийся сценарий. Если говорить про зрелые отношения, то там ничего этого не должно быть. Там просто открытое, искреннее общение. И все. Ты мне нравишься, пожалуйста. Не нравишься, пожалуйста. Почему я должен догонять и так далее. Почему ты решила, что у тебя какие-то особенные качества, что я должен за тобой бежать. Может, у меня есть особенные качества, ты за мной должна бежать. Мы же не знаем. Мы узнаем друг друга в общении. Просто узнаем друг друга. Конечно, там есть вот этот элемент игры, кокетство. Это все украшает отношения, безусловно. Но это не должно переходить в манипуляции такие, в сценарии такие, что словно я нуждаюсь больше, чем ты. Но это странная история. Рано или поздно я начну это чувствовать, это начнет меня унижать, и я прекращу этот сценарий, понимаешь? Ну, зрелый человек должен это прекратить. Я, кстати, увидела вот на фотографии вашей, которая вот стоит статично перед вот этим вещанием онлайн, и у вас там складочки возле глаз. Я поняла, что я сейчас выбираю, вот когда в соцсетях мужчину по этому признаку. Если у него много складочек, значит, он позитивный, очень жизнерадостный человек. Возможно, да. Или он уже старый, или он часто смеется. Или от друга. Ну вот вы смеетесь много, у вас складочек много возле глаз. Юрий, еще такой вопрос. Да, глаза имеют большое значение, согласен. Еще такой момент. Я заметила, что в последнее время я себя стала вести почти как ребенок. Вот мне хорошо, я тянусь к этому, к событиям, к людям, к местам. Если мне не очень хорошо, я ухожу. И от людей, и от событий. Это как? Это хороший признак или не очень? Всякие бывают периоды в жизни. Бывают и такие, когда ты ведешь себя как ребенок. Почему бы и нет? Просто я раньше много анализировала, а сейчас я уже устала анализировать. Я просто вот... Все это может поменяться. Можешь опять начать анализировать. Все меняется. Понятно. Потом, судя по тому, что, Юрий, ты говоришь, что выбора нету. Вот фатализм – это то, что мы должны принять? Или это немножко про другое? Фатализм как-то мрачно звучит. Ну да, я согласна. Что типа... Это смещение самоидентификации. Смещение. Это постоянное вот такое... Если брать непосредственное чувствование, то это постоянный такой микс. Я вроде решил что-то сделать и вижу, что мое решение полностью обусловлено. Это одновременно красота в том, что я действую. То есть, понимаешь, можно сказать, что жизнь, она волшебно устроена. Нам создали полную иллюзию настоячности этого мира и ощущение, что я тут двигаю и принимаю решение. Иллюзия полная. Очень реальная, можно так сказать. Но когда ты исследуешь ее, то ты убеждаешься, что этого персонажа нет. Ну и все. Теперь объедини эти две точки. Если их объединить, вот и получится такой микс. Там нет ни фатализма. И нет свободы воли. Потому что личность – это комплект программ. Тело – это комплект программ. О какой свободе воли можно говорить? Все желания ко мне приходят. Я их не делаю. Если бы я мог делать желания, вот это было бы круто. А так я не могу сделать себе желание. Я могу только посмотреть, какое есть желание. Вот и вся история. Можно считать это фатализмом. А с другой стороны, Господь через меня что-то хочет. Он мне дает, направляет мое внимание в какие-то желания. Что тут не так? Меня всегда тянет во что-то интересное. Ты же говоришь, во что-то новое тянет. Всегда. Но что тут не так? Он всегда устраивает что-то прикольное для меня. Если становится скучно, я выхожу из этого. Энергия внимания забирается оттуда. Событий больше на эту тему нет. Что тут не так? Жизнь, как бы, и получается полностью обусловлена, с одной стороны. А с другой стороны, волшебно новая каждый день. Как по мне, так вполне нормальный вариант. Всех устраивает. На вопрос, хочешь ли ты еще жить, все говорят да. Так что, все нормально. С этим устройством все нормально. Что еще? Так, еще один такой момент. Значит, Роберт Адамс говорит, что мы сюда пришли для того, чтобы ничего не знать. И у Сократа есть такие же, да, это фразы. Это мы не будем обсуждать, бесполезно обсуждать чужие цитаты. Давай мои какие-то слова будем обсуждать. Твою жизнь и мою жизнь. А что сказал Роберт Адамс? Кому сказал? Как он контекстит? Мы сюда приходим. Да нету цели в этом приходе вообще. Как по мне, так в этом приходе вообще нет никакой цели. Ну и последний, наверное, завершающий вопрос. Я чувствую по последним тенденциям в своей жизни, что и все мне об этом говорят, и я сама это реально вижу, что я великая бездельница. Вот реально, у меня начинаются какие-то в голове проекты, что мне хочется какую-то движуху в жизни, или с мужчинами, или с какой-то творческой деятельностью. Я начинаю пытаться это сделать, реализовать, и это как бы не складывается. И все, и как будто бы я уже все прокрутила у себя в голове, уже все это реализовала, и я фактически ничего уже не делаю. И то есть у меня в основном жизнь проходит в очень таком спокойном, пассивном состоянии. В основном, даже честно, искренне скажу, дома. Вот мне даже выходить на улицу лишний раз, и то проблема. Я не знаю, все со мной так, или я от чего-то убегаю. Ну, мне хорошо, мне хорошо, вот я не знаю. Мне хорошо с одной стороны, как бы, да? И все. А с другой стороны, как будто бы вот какой-то активности не хватает в жизни. Вот это чувство, что не хватает активности, наберет свою силу, и ты куда-нибудь побежишь. Если тебе хорошо, значит, сейчас пока, вот этого чувства, что тебе хорошо, больше. Ну и все. У тебя нет выбора. Чего ты спрашиваешь? Нет выбора, какой тебе быть. Все, тебя уже переключают на следующего спрашивающего. Спасибо, Юречка. Жетель. Пожалуйста. Всем большой привет. Пока. Пока. Приезжай во Францию. Да, как границы снимут, полетим. Куда-нибудь полетим точно. Елена Никитина, добрый день. Задавайте свой вопрос. Добрый день. Юрий, здравствуйте. Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для нас. У меня на самом деле нет вопросов. Я вас просто всегда с удовольствием слушаю. Слушаю, наверное, лет пять уже, если не больше. Очень много мудрости у вас набралось. Жизнь кардинально изменилась. В общем, я всегда рада вас видеть. Реально, даже если у меня какая-то такая пространция, то есть я понимаю, что у меня особых, у меня сейчас каких-то занятий, еще чего-то. Я просто либо слушаю ваши сатсанги какие-то, да, либо, ну, сейчас вот слушаю онлайн. С огромным удовольствием. И на самом деле сегодня первый раз вот в Zoom вышла, обычно в YouTube. И как бы я не ожидала, что меня подключат. Я думала, просто послушаю. Ну вот. Ну на самом деле просто искренне благодарю. Очень хочу попасть вам как-нибудь на ретрит. Почему-то, не знаю, думала и о зеркале подсознания, думала и на географию меня, но хочу на ретрит. Я не знаю, может быть, я не готова, но тем не менее, почему-то именно ретрит меня интересует. Преподаю йогу, хатха-йогу, ну, в общем, и сама практикую, но вот именно знаний медитативных недостаточно. Поэтому слушаю вас с большим удовольствием. Набираюсь очень много опытов. Благодарю вас с чистого сердца. Спасибо. Спасибо за теплые слова. Как только откроют границы, мы проведем все мероприятия, которые были запланированы, с переносами там, так что следи за новостями. Да, я отрежу. Ретрит планируется, ярославский ретрит планируется на осень. Так что просто следи за новостями. Спасибо. Очень надеюсь, что все срастется, а что обязательно увидимся. Благодарю. Куда? Куда? Не будем же мы вечно вызоваться. Конечно, конечно. Однозначно. Спасибо. Всех благ. Спасибо. Светлана, добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Я приветствую Юру, но не вижу. Наверное, так и должно быть. Меня слышно? Да, слышно, видно. Супер. Юра, привет. Мы были знакомы в Москве. Пару раз встретились. И я должна была быть на ретрите в Москве, в Ярославле. Но не случилось. Я была на ретритном дне в Москве, который пробный был. Да-да. Мы списались на ретрит. Ты написал, что ты берешь меня. Это тот ретритный день, сделал мой ретрит во время карантина. И очень много что было увидено мной. Буквально что-то случилось позавчера. И у меня такой вопрос, есть ли, значит ли что-то для тебя серый цвет. Я не знаю, почему я этот вопрос задаю. Но я его задаю. Я хочу узнать в первую очередь, будет ли в Питере ретрит. Но так как я не могу понять, нужен ли будет он мне. Потому что все происходит. И вот это последнее, то, что случилось, какое-то что-то там, оно еще доходит до меня. И даже вот конкретный вопрос, как бы я сейчас вообще не вижу каких-то отличностей. Почему-то связь твоя не очень качественная, и ты зависаешь немножко. Мы, конечно, почти все услышали, поэтому я по очереди отвечу. Блин каких-то, то есть они... Я еще немножко оседаю как-то. Вот. Мы плохо тебя слышим. Я лично очень плохо тебя слышу. А под конец твоего разговора вообще только обрывки фраз. По поводу серого цвета, он для меня не является каким-то особенным, ни с чем не ассоциируется. Я люблю все цвета и люблю их в сочетаниях. По поводу ретрита в Питере, надеемся, что снимут запрет на перелеты, и ретрит в Питере состоится. Так что пока все в планах. Ждем новостей на эту тему. Приезжай. А что за состояние у тебя было? Я так и не расслышал. У тебя не очень качественный интернет, связь плохая. Да, я понимаю. Если сейчас меня еще слышишь... Очень, очень плохо слышно тебя. ...говорю. Ну, связь действительно не очень. Тогда, наверное, стоит меня лучше отключить. Может быть, я напишу его... Да, тебе надо или выйти в другое место, где связь получше будет. Да, или в чате вопрос напиши, да, потому что очень плохо слышно. С перерывами, с большими. Кирилл, добрый день. Вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Добрый день. Как слышно меня? Юрий, приветствую. Привет. Нормально слышно, видно. Очень рад тебя видеть. И общаться с тобой. Ну, напрямую. Слушай, такой вопрос. Начну сегодня. Сон мне приснился. Вчера смотрел твой сатсанг с Дмитрием Михайлом. Мы так подружились с ним заметно. Хорошее такое общение у вас ведет с ним. Вот. И смотрел сатсанг. И, ну, волнуюсь немножко. Такое искреннее такое желание внутри появилось задать тебе вопрос, описать немножко мою историю. Вот. Соответственно, ночью сегодня приснился сон, как мы встретились в каком-то там кинотеатре. И я тебе там свои вопросы задавал. В общем, забавно так это все получилось. В общем, смотри, какая ситуация. Есть ли, ну, такое объяснение, что человек, когда он попадает в очень, ну, в очень сильное состояние расслабленности, он может выйти вот в самадхи, как ты описываешь. То есть, является ли само состояние это максимальное расслабление? То есть, вот, ну, понимаешь, о чем я говорю? Если ты говоришь про расслабление тела, то это не является необходимым условием. Самое главное – забрать внимание из привязанности, из фиксированных каких-то взглядов и из фиксированных напряжений. Осознать, куда идет внимание, где сейчас твое внимание. Вот там расслабиться намного важнее. А просто вот в тридцатом году у меня случилось переживание очень интересное, да, которое, ну, скажем, сподвигло меня к исследованию этого переживания. То есть, до того времени я вообще ничем не интересовался, никакими духовными практиками не читал даже толком книг. Вообще занимался просто сплошной компенсацией своей жизни, скажем так. Но после этого переживания все полностью как бы у меня переключилось, изменилось и возникло вообще очень такое прям страстное желание исследовать этот момент. А случился он на основе того, что я занимался спортом и достиг определенного пика в тренировках. То есть, как бы я достиг такого напряжения в них, что в один прекрасный момент я провалился в расслабление, в котором расслабилось все. И ум, и тело, и все. И то есть, как бы в один момент вам случилось переключение, щелчок и все. Вот это вот напряжение в груди, о котором ты говоришь, которое многих людей волнует, оно просто исчезло. Все. Я не знал, как это все называется. То есть, вопрос снялся. То есть, ну, ответ, как потом я уже начал... Сейчас какой вопрос? Сейчас вопрос такой... Сейчас какой есть вопрос? Ну, по сути, вопроса нету. Но, как бы, вопрос в том, что вот уже на протяжении 7 лет, то есть, я поменял место жительства, ушел от обычной работы, к которой привык. Все полностью изменилось, да, и словно, как бы, мне тяжело включиться в какую-то социальную роль в плане того, чтобы закрывать какие-то контуры в плане денег. То есть, как бы, у меня открылось творчество там, я стал заниматься творчеством, и любимый человек в жизни, как бы, пришел. То есть, эти моменты все, как бы, самоорганизовались. То есть, я даже не прилагал особо усилий, да, то есть, такое, ну, все, как бы, произошло. Но вот включиться, как бы, говорится, в этот мир, то есть, мое внимание, оно в том переживании настолько, что, как бы, я пытаюсь там осваивать какие-то профессии, но, словно, мне, вот, как бы, не включиться. Одна часть меня тянет в то, что все это просто, ну, вот, как бы, говорится. И вот, семь лет уже интересно, конечно, все это, но не включиться никак так, чтобы вот там, как вот этот вот вопрос. Включайся по необходимости, зарабатывай на самое нужное, а в остальное время можешь уделять той своей свободной части, что делать. Так, так и происходит, да, так и происходит, да. Очень здорово. Такой же короткий разговор, как и во сне получился, но я тебя благодарю все эти, сам, пять-семь лет. Мне очень помогали твои сатсанги в этом исследовании, которое я проводил, вот, поэтому благодарю тебя за то, что ты на этом пути был рядом, вот. Желаю тебе доброго здоровья и, надеюсь, мы увидимся. Я там, кстати, заявку оставил в этот, как его, ну, как там, географию на географию, так что, может, если увидишь там где-нибудь меня, мы с тобой пообщаемся поближе. А каким спортом ты занимался? Благодарю тебя, родной мой, да. Я занимался сначала, это было тяжелое, ну, как бы, бодибилдинг, типа бодибилдинг, душевная травма меня заставила, как бы, заниматься. Мы расстались с девушкой, я решил доказать самому себе, что у меня будет, не будет отбоя девчонок, я стал заниматься, как бы, вот, набирать массу, там, ну, быть таким атлетом. И в момент сушки, когда интенсивность тренировок доходила, там, до двух в день, то есть, как бы, концентрация была максимально настолько, что, и там, буквально, там, две, через две недели на жестком режиме сна, отдыха, тренировок, все, у меня, как бы, чик, случилось переключение, все. То есть, как бы, на протяжении пяти лет отваливались, то есть, тело, ну, ум вернулся через полгода, он вернулся к этому. То есть, полгода меня вообще, я просто был, ну, в шоке. Резонировали все духовные книги, учителя очень сильно резонировали после этого переживания. И полгода внимание возвращалось в личность. Потом, через полгода вернулись привычки организма, тела, там, компенсации какие-то, там, легкие наркотики, алкоголь, то есть, как-то вернулось. Но след остался, и в течение пяти лет... Нормальный у тебя набор. Да, в течение пяти лет... Ну, хорошо, хорошо. Вот эти компенсации, они отваливались. Мы твою историю поняли, хорошо. А то ты честно говоришь. Я тебя благодарю. Благодарю тебя, родной мой. Спасибо. Идем дальше. Счастливо. Юрий, добрый день. Привет. Добрый день. Меня зовут Евгений. Ты знаешь, первое, что я хочу сказать, это большая благодарность, не знаю, тебе, Богу, да, всему, что однажды просто сестра, моя старшая двоюродная, она мне прислала и говорит, вот, говорит, есть такой мини-чихен. Ты, говорит, посмотри. Я посмотрел, Юр, я тебе отвечаю, я охренел. Практикую в консультировании, я психолог, и на самом деле я восхищаюсь, как сложнейшие вещи, сложнейшие там суперконцепции, которые нагораживают различные психологические направления, ты объясняешь простыми словами. Вот это восхищает, вызывает уважение, прям, ну, иногда даже, знаешь, восторг. Вот, очень много из того, да, из тех знаний, которые ты даешь, на самом деле, как бы, проживаю для себя, да, понимаю, что как и где происходило и происходит, и применяю, соответственно. Вот, значит, вопрос такой, у меня вот жена рядом, она говорит, я, говорит, стесняюсь, не могу просто. Однажды пошла она на пляж, значит, утречком с собакой прогуляться. Да, послушай, ты сама расскажешь, она сама вполне может рассказать. Я знаю, что может, это она так, да, да. Конечно, может. Я просто не пойму его вопрос, ему-то для чего знать. Мы… Да, по сути. Да, ладно, по сути. Я пошла искупаться, был июнь месяц. Мы вообще занимаемся купанием и в проруби, и я как-то без переживаний. Пошла на берег, разделась, зашла в воду и почувствовала, что отключаюсь. Потеряла сознание. И на самом деле сначала несколько лет, скажем так, я, наверное, не вспоминала то, что со мной произошло. А сейчас вот слушая как раз вот все разговоры, сатсанги, я стала это осознавать. То есть я прямо это помню хорошо, что я в какой-то момент просто испытывала там такое тепло и такое блаженство, какое-то такое золотистый свет вокруг меня, и мне было очень хорошо. И потом пришло ощущение, что меня кто-то будет. Я не знаю, это были слова или это я их так почувствовала, но мне как будто бы сказали, тебе рано. И вот так вот прям толкали, а я прям вот отталкивалась, говорила, оставьте меня, мне так хорошо. Ну, в общем, меня разбудили. Потому что когда я открыла глаза, пришел ужас. Я вот, ну, по глаза в воде, задыхаюсь, мне больно. И сейчас-то я понимаю, что вроде как будто бы я утонула, но мне сказали, что мне рано еще тонуть. И привели в чувство. На берег выбралась, мужа вызвала. Все вот прошло, все нормально. И несколько лет я просто об этом как-то... Ну, я мужу сразу рассказала и все, и забыла. Сейчас просто вспомнились эти яркие воспоминания. И я ощутила, что на самом деле уходить, ну, или когда тело умирает, как это назвать, что это не больно, не страшно, что даже вот... Ну, мне было хорошо, как будто бы я домой вернулась. А почему не хотела рассказывать? Потому что я не знаю, ему-то что надо. Он что хочет узнать. Вопрос, Юр, вопрос простой. Что это такое вообще? Мне вот просто... Это на самом деле не имеет значения, это объяснение, оно не имеет значения. Человек — это матрешка, многоуровневая матрешка. И у нас есть разные варианты восприятия. У нас есть эфирное тело, есть астральное тело, ментальное и так далее. Тебя вытащили из восприятия физического тела в один из уровней. Эти уровни, они дальше, чем выше, тем тоньше идут. И чем тоньше, тем они легче и блаженнее. И там совершенно другое восприятие, абсолютно другое восприятие. То есть этот мир, он осознаётся только в таком варианте, благодаря физическим органам восприятия. Стоит физические органы восприятия забрать, у нас включится другое, потому что сознание — невыключаемый процесс. Ты обязательно будешь что-то смотреть. Когда говорят, что вот человек лежит без сознания, ну это неправильная фраза. Он лежит без восприятия через эти органы. Он просто выключилось восприятие, но он не может быть без сознания. Без сознания невозможно остаться. Юр, спасибо огромное. Мой опыт выхода в тонких телах, он тоже говорит о том, что всё это радостно и блаженно. Да. Мне тоже, конечно, очень хочется испытать, но, видимо, рановато. Обязательно испытаешь. Потому что, ну, нет, сейчас рановато, да. Я не хочу сыпать там всеми вот этими, да, какими-то там уровнями, чего я там делаю, не делаю. Я просто ещё не накатался на Ламборгини, не там где-то ещё не побывал. Я спокойно принимаю, что у меня ещё есть тут чем заняться. Вот и всё. Отлично. Отлично. Я тебя поддерживаю. Ну, Юр, мне на самом деле та информация, которую ты даёшь, и твой опыт, который ты передаёшь, он как бы передаётся не только на уровне умственном, идёт вот, ну, опять же, не буду ковыряться, это просто как бы и чувствуется, да, вот. Ты говоришь с полной уверенностью о том, что ты знаешь, прям вот точно знаешь. И, как бы, доверие вот абсолютное. Просто, да, вот Юра сказал всё, как бы, ну, всё, да. Спасибо, это очень радостно слышать, да. Я не ожидал, что вообще мои слова будут такой резонанс иметь, и что на Ютубе будет такая аудитория большая. Ну, резонанс джиданский, да, да. Вот, ну, а Новосибирская область, город Берск. Так, в Новосибирске когда будешь, я уже вопрос задавал или на Алтае что-то не получил, я ответа, а про это, в мероприятиях нет. Сейчас, как говорится, надо долги раздать, всё, что было отменено и отложено, надо провести будет. То есть в этом году дополнительных поездок точно не планируем, а на следующий год всё возможно. Как организаторы будут связываться, приглашать, так и спланируем всё. Хорошо. Я был два года назад, Алтай был. Два года назад, я не знал, что есть Юра Миничин. Вот. Ну что, благодарю ещё раз огромное. У вас чудесные края там и чудесные люди. Очень интересно. Вообще, во всех регионах, куда вот я не приезжаю, своеобразие региональное настолько очаровательно. Везде, вот везде. Хоть алтайцы, хоть литовцы. Ну вообще, реально очень интересные везде люди. Или так собирается аудитория уже, я не знаю. Но мне нравится вот этот колорит и особенности восприятия. Они всё-таки есть в разных краях, да. Как говорится, на Урале, за Уралом все спокойные там, медленные. Литовцев, да, считают Прибалты тоже медленные. Но литовцев считают северными итальянцами. Они очень активные на самом деле, очень живые такие, любят жизнь очень. Ну, в общем, понятно. Хорошо, спасибо за приглашение. Я понял. Спасибо. Давайте переставим в очередь, да. Спасибо. Юра, вопросов, звонков в эфир нет, есть вопросы в чате. Да, хорошо. Здравствуйте, Юрий. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас ученики, которые также достигли просветления? У меня вообще учеников нет. Достигших... Есть ребята, которые со мной уже долго общаются. И есть довольно большая категория, аудитория людей, которые занимаются практикой как бы стабильно, регулярно и глубоко. И есть те, кто переживали самадхи разного рода. Я не берусь утверждать, что это просветление. И если говорить о каком-то официальном подтверждении, никому официально ничего не подтверждал. А если я уже дошел до богооставленности, что дальше? Компенсации не помогают. Вот. Вся жизнь компенсация. Ну всё, надо стучаться тогда в дверь к нему. Что делать ещё? Что может быть дальше? Здравствуйте, Юрий. А как научиться здесь бесстрашно жить и жить из радости и смелости? Как открыться? Может, посоветуете какие-то практики по этому поводу? Хатха-юга и цигун немного помогают, но многоточие. Ну, хатха-юга и цигун вряд ли вас научат бесстрашию. Я советую выслеживать страхи свои, осознавать их и направлять на них буквально внимание в том смысле, что каждый страх закрепощает определённую долю внимания или сектор внимания, закрепощает определённое количество энергии. То есть за каждым страхом лежит какая-то сила. Поэтому мой совет один — надо идти во все страхи. Именно через эти страхи, через их преодоление мы открываем потенциал, который лежит за каждым страхом. Вот такой совет. А вообще бесстрашие, оно сложно достижимо как упражнение или как какая-то техника, поскольку по-настоящему бесстрашие возникает только, когда ничто тебе не угрожает. Вот истинное бесстрашие, оно идёт именно в том, когда тебе ничто не угрожает. Сейчас, секунду, ко мне гости пришли неожиданно. Это большая редкость у меня, чтобы кто-то пришёл в гости. Я живу в лесу. Истинное бесстрашие возникает как ясное осознание, что тебе ничто не угрожает. А не угрожает мне только ситуация, когда кроме меня ничего нет. То есть я говорю о опыте, который был лично у меня. Если говорить о моём восприятии бесстрашия или о моём переживании бесстрашия, то оно было только в состоянии самадхи. После этого какая-то часть внутри меня настолько сильно расслабилась, что я могу сказать, что какая-то часть бесстрашия во мне живёт однозначно. То есть я не боюсь там смерти, я не боюсь каких-то там поворотов судьбы. Я перестал стремиться к чему-то, то есть я не боюсь, что я что-то не успею и так далее. Но это не то бесстрашие, о котором я говорю. Истинное бесстрашие – это когда ничто не угрожает. А так, я считаю, что у каждого из нас есть нормальное здоровое чувство безопасности, которое позволяет нам отойти от обрыва, отойти от какой-то угрозы физической или моральной. Так что это нормальная история. Что можно посоветовать? Я советую исследовать все свои страхи, уделить им реальное внимание. Когда нет цели, и их или не слышу, или боюсь действовать, а бездействовать чувствую глупо и стыдно, и время идёт. Что-то можно сделать, чтобы помочь себе начать решать вопрос. Я считаю, что нет такого состояния, которое называется «нет цели». Всегда есть какая-то цель, просто бывают периоды или этапы, когда мы не осознаём ясно цель. Она присутствует в виде какого-то скрытого намерения, в виде какой-то тяги, в виде симпатии, в виде непроявленного внимания в какую-то сторону. Но бесцельно, то есть быть вообще никуда не направленным, мне кажется, это невозможно. То есть все периоды апатии, депрессии и, как говорится, выключенности из этой жизни – это всё затишье, как говорится, перед новым стартом. А старт однозначно будет, поскольку интерес, он неисчерпаем вообще. Интерес обязательно возникнет. Можно ли заниматься практикой самоисследования самостоятельно, безучительно? Конечно, можно. Я считаю, что если говорить о длительности пути и этапах на пути, то, на мой взгляд, всегда наступит такой момент в самоисследовании, когда чувствуешь, что словно собственный потенциал исчерпан. То есть это через какие-то книги, через какие-то практики, через что-то, где мы сами занимаемся, доходит до определенной планки, выше которой я дальше словно упираюсь в неё и не могу прыгнуть. Вот здесь мы начинаем ходить к каким-то мастерам, инструкторам в какие-то школы, традиции и изучаем методы под руководством. А это уже работа с учителем или с мастером. И я считаю, это хороший, правильный, сильный этап, когда мы, по сути, открываемся к какому-то методу и мастерству. Это позволяет сэкономить время и позволяет осознать вообще, увидеть, во что я могу прийти. То есть мастер — это всегда олицетворение какого-то состояния, во что я могу прийти. По сути, мы мастеров выбираем именно по этому признаку. То есть по большому счёту я нахожу мастера, в чьё состояние мне самому хочется прийти. Поэтому я считаю, это нормальный этап, работа с какими-то учителями, традициями и с мастерами. Доброго дня! Слышала в одном сатсанге, что реинкарнация в привычном её понимании не существует. Далее мои размышления. То есть жива ли душа не переходит из тела в тело, а просто Бог собирает своё внимание в конкретном времени и пространстве конкретного субъекта, через которого происходит восприятие. Возникает вопрос относительно кармы прошлых воплощений. Получается, в данной картине мира её тоже нет. И радости, и горести сыпятся из головы персонажа в хаотичном порядке. С причинно-следственными связями в рамках одного воплощения всё понятно. А как относиться к тому, когда на долю маленьких детей или святых людей выпадают несоизмеримые испытания, несоразмерные испытания? И если всё есть Бог, то откуда этот мазохизм? Почему бы просто не пребывать всё время в блаженстве? Или боль переживает только персонаж, а сознание, которое смотрит через него, остаётся незаконным? Что можно почитать, чтобы расширить свою картину мира в этой области? Из каких книг черпает мудрость именно Юрий? Благодарю. Ну, много вопросов, ну и, по сути, дальнейшее раскрытие частично является ответом на какие-то вопросы. Я не могу придерживаться теории реинкарнации в том смысле, что утверждать, что это так, так же, как не могу её опровергнуть. То есть для этого надо иметь какие-то статистику, факты, что-то ещё. Если говорить о том переживании, которое было у меня, я увидел, что человек – это просто вариант внимания. Но этот вариант, я вполне допускаю, может быть как некий устойчивый комплект, который переселяется из жизни в жизнь в разные тела и проживает опыт в соответствии с каким-то наследием. Я вполне допускаю, что это именно так. То есть если говорить о сути, то, безусловно, нет такой вещи, как душа, в том смысле, что её не существует, как чего-то вечного. Существует вечное сознание, которое не имеет связи, жёсткой связи с именем и формой. Поэтому душа – это уже имя и форма. Если говорить о моём личном переживании, я увидел, что существует нечто за пределами имени и формы. Вот это то, что можно назвать сущим. Поэтому жёстко говорить, что существует субъект, и что у него существует карма, я не могу. Но одновременно я вижу, что мы приходим в эту жизнь с чистым листом. То есть есть сразу большая разница между маленькими детьми. И у одних и тех же родителей рождаются маленькие дети с разными склонностями, с разным уровнем зрелости и так далее. То есть я вполне допускаю, что это именно наследство, которое идёт из прошлых жизней. Что на эту тему почитать? Ну, самая популярная и подробная книга – это «Барда Тадолл», тибетская книга мёртвых, которая рассказывается о перевоплощениях и о том, как происходит переселение внимания или сознания в следующее тело, и что там за процессы происходят. А если говорить о абсолютной точке зрения, то, безусловно, у меня здесь два авторитета – это Равана Махаршин и Саргадата Махараши, так что могу посоветовать их почитать на эту тему. Друзья, у нас необычное пришло сообщение. Уважаемые модераторы, смотрю Сатсанг от 30 мая, там участница Galaxy, ищет половинку. Мне она понравилась. Интересная и искренняя, мы оба Сатсангеры, значит, в главном истремлении мы уже свои. Юрий неоднократно подчеркивал, как это важно для пар. О себе. 56 лет, исполнилось позавчера. Два высших, живу и работаю в Питере. Спортивный. Круг интересов широкий. Моя жизнь в новом русле благодаря Юри. Об остальном – ВКонтакте, по Ватсапу, при встрече, если сложится. Так что, уважаемые Galaxy, Сатсанга 30 мая, вами заинтересовались, напишите что-нибудь по нашим контактам на e-mail или в любой социальной группе, и мы передадим ваши контакты товарищам. Так, ну что, у нас есть еще кто-то в кабинете? Нет, звуков в эфир нет, вопросы в чате. Хорошо. Практики осознанных сновидений. Помогают пробудиться в реале? Да, помогают. Юрий, расскажи, пожалуйста, как из самадхи видится феномен переключения картинок, смена альбомов, которые смотрятся, если это так можно назвать конечным. Да, друзья, про самадхи, как говорится, неблагодарное дело рассказывать про самадхи, его надо пережить. Когда переживете, все увидите. Как смотрится? Да смотрится как просто феномен внимания, который ну по сути является отождествлением. То есть самое главное, что видится, это то, что происходит отождествление с телом, и люди начинают предъявлять тело как себя. И это самое главное искажение, которое возникает. То есть будучи вот этим тонким восприятием, то есть мы являемся, если говорить о нашем ближайшем доступном образе или субъекте, к реальности, то это восприятие, именно восприятие. А восприятие, оно не имеет отношения к телу. И представляете, какой парадокс? То есть будучи чем-то, не имеющим отношения к телу, мы все время предъявляем тело как основную визитную карточку себя. Мы здороваемся, протягивая руку, мы прихорашиваемся, выходя на улицу, мы покупаем какую-то одежду, мы следим за своей внешностью, мы очень переживаем за всякие там морщинки и возрасты, и все остальное. То есть это смещение просто колоссальная ошибка и колоссальное искажение. Ну вот так видится. Оттуда это видно просто очень очевидно. Когда я услышал от тебя, Юра, осозная осознавание, случился тот самый покой, безопасность, в отличие от пребывания в уме. Это и есть самадхи. Но покой еще не является самадхи. Самадхи — это отрыв внимания от обычного восприятия. Этих самадхи несколько разновидностей. Есть отрыв внимания от физического тела, это может быть самадхи. Есть отрыв внимания от образа себя как личности, это тоже может быть самадхи. Есть самадхи, где вы переживаете ананду, блаженство. Это тоже разновидность самадхи. Если говорить об окончательном самадхи, оно вообще называется вивека-самадхи. Вивека в санскрите означает точное видение, как оно есть. То есть истинная наша природа должна открыться, как говорится, во всей своей красе. Вот тогда то, что открывается, даже трудно назвать самадхи. вы видите, что вы всегда в этом были. То есть самадхи оттуда видится как переживание. И то, что открывается, видится как всегда присутствующее. То есть понимаете, какой парадокс. Когда я говорю, что я пережил самадхи, и там я увидел свою истинную природу. Я говорю, на самом деле, всё ровно наоборот. Будучи в своей истинной природе, состоялось переживание самадхи. Вот что там открывается. То есть там открывается то, что я всегда в этом нахожусь. Я всегда нахожусь в сознании. И в этом сознании есть разные переживания. В том числе есть такое переживание, как самадхи, которое как началось, так и закончится обязательно. В контексте выбора нет. Что такое ответственность? Есть ли она вообще? Замечательный вопрос. Когда я объясняю о том, что у нас нет выбора, я говорю о том, что вы не должны испытывать чувство вины. Но это никак не отменяет чувство, которое возникает в ситуации, когда вы кому-то, например, доставили боль. То есть если мы говорим про ответственность, это какие-то обязательства перед другими людьми. Если вы их не выполняете, то вы кому-то доставляете боль. Так вот, как можно осознанием, что не было выбора, перестать чувствовать боль? Никак. То есть боль мы все равно продолжаем чувствовать. И в этом смысле такая штука, как совесть, она будет замкнута на то, что называется ответственность. Мы все равно будем чувствовать, что мы кому-то сделали, доставили какую-то неприятность, и естественным будет желание исправить эту неприятность. Конечно. Но я говорю о том, что называется, давайте разделим ответственность и чувство вины. Я не виноват, но я готов исправить ситуацию. Это вот был с отцамку Дмитрия Михайлова, в котором я объяснял 10 правил. Это одно из правил. То есть вы не обязаны извиняться, потому что вы не виноваты. То есть когда мы говорим извини, мы по сути просим, чтобы нас вытащили из вины. Так вот, я не виноват в том, что произошло, но я осознаю, что доставил неприятность. И если это осознание достаточно искреннее, если вы сами его действительно чувствуете, то это будет вполне естественным основанием, чтобы чем-то помочь человеку и что-то исправить из того, что можно исправить. Добрый день. Я несколько раз выделяла по два дня, чтобы посидеть. И почему-то, чем дольше, тем тяжелее, начинаю раздражаться на себя или просто мысли скачу бесконечно. Пробовала записывать, но все равно опять идет этот бег по кругу. Единственное, что помогает, это то, что я включаю фрагменты в ваших соцсангелах, где вначале медитируют. Наверное, это неправильно. Да, два дня, когда я советую посидеть два дня, это как раз тот результат, который вы получаете. Вы должны увидеть, что там возникает, по сути, хаос внимания. И именно вот эта картинка хаоса внимания должна заставить, словно вас задуматься, а где я живу? Что это? Что этот хаос не является только на эти выходные. Он получается повседневным, этот хаос. То есть, по сути, мы живем в этом хаосе, можно сказать, полуосознанно. И это предполагает то, что дальше надо научиться направлять внимание, то есть научиться какой-то практикой через концентрацию направлять внимание. Это раз. А второе, посмотреть, а куда именно оно идет. То есть, там есть определенная иерархия тем, иерархия ценностей, с которой можно дальше работать. И это и даст ту самую осознанность. Когда мы говорим о духовной практике, я все время выделяю два аспекта. Это внимательность и осознанность. Внимательность связана с силой концентрации, а осознанность связана с знанием, зачем я занимаюсь тем делом, которым занимаюсь. Так вот, когда мы остаемся одни, у нас возникает свободное внимание, которое как раз показывает, чем вообще я занят. То есть, осознанность в этом смысле, это как раз выделение тех тем, куда идет внимание, или областей, или секторов. И дальнейшая работа с этим. То есть, там надо дальше заниматься практикой. Просто сидеть в хаосе, долгое время я не рекомендую. Могут ли усилия не погружаться в мысли, а присутствие здесь и сейчас, вызвать напряжение? Да, могут. Вначале это может вызывать напряжение. Постепенно вы увидите, что вы все время находитесь здесь и сейчас. И что невозможно вообще выйти в другое состояние на самом деле. Я никак не могу выйти из роли ребенка и взять ответственность за семью. Не хочу идти на нелюбимую работу, чтобы обеспечивать. Как взять на себя ответственность, но остаться в правде с собой? Я советую, если самому не получается сходить к терапевту и посмотреть, а что именно мешает. Скорее всего, там есть какое-то убеждение, которое идет из детства о том, что мне должны, то есть не я являюсь активным началом, а внешний мир является активным началом. Именно такая позиция или такое убеждение у нас возникает в детстве, поскольку активными являются родители. Они нас обеспечивают, и они словно являются источниками наших состояний. Но если в детстве это понятно и допустимо, то во взрослом возрасте находиться в такой позиции не получится. То есть ребенок не может хотеть семьи, он не может хотеть идти на работу и так далее. Если вы застряли в этом состоянии, сходите на консультацию кому-то, кто поможет вам из этого выйти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok